Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад. Обзор на 1000. Сегодня продолжаю свою рубрику Аквариумистика. И вот хочу вам показать, рассказать вот такой вот аквариум фирмы Акваэль. Польская конторка. Такой вот кубик. Размеры у него идут 29х29, высота 35. По объему он выходит 30-литровый. Он идет полностью укомплектованный. В комплекте идет освещение. Вот такая вот лампочка, подсветочка, крышечка. Давайте снимем. Посмотрим, что у него идет в комплекте. Снимем. В первую очередь это освещение. Вот такая вот лампа. Выдает она 11 Вт. Для такого объема аквариума он выходит 30 литров. Вполне достаточно даже для живых растений. Если какие-нибудь неприхотливые, то вполне легко можно такое использовать. Дальше у нас здесь вот такая коробочка. Давайте посмотрим, что у нас в коробке. Так, в коробочке у нас идут угольнички, которые ставятся под низ под аквариумом, на двойной скотч, чтобы аквариум ставить не просто стекло на ровную поверхность, а вот на такие вот уголочки, чтобы ничего не подкладывать к этому. Четыре штучки. То есть я приклеивать не буду, потому что не буду, короче. Идет терморегулятор в комплекте. Терморегулятор у нас идет 15-ваттный. Он полностью погружается под воду, крепится на присосках, но он идет без терморегулятора. То есть 15-ватт это как раз на тот объем, чтобы он поддерживал температуру. Но есть одно но. Если данный терморегулятор включать в сеть при комнатной температуре в районе, допустим, у вас дома 27-28 градусов, и вы еще будете подогревать он без терморегулятора, то есть вообще неоднократно слышал, читал жалобы, что он воду перегревает. Если вы его включаете, ну в том случае, если его по сути включать не надо 27-28 градусов, это нормальная температура для большинства рыб, креветок. То есть вот так вот. Это, кстати, еще надо в инструкции посмотреть точно про это. Так, ладно. Корм для креветок. То есть чаще всего вот такие данные аквариумы используют, как креветочники. Здесь идет такой пробничек корма. И фильтр. Фильтр у нас полностью погружного типа. Погружается по воду. Я вам такой фильтр уже рассказывал. Сейчас рассказывать не буду. Я вот сюда, вот сюда ссылочку сделаю. Вот по этой ссылке нажмете, и вы посмотрите. Я рассказывал про данный фильтр, как им пользоваться, как он чистить, на какой объем он подходит. Для этого аквариума он вполне подходит. Так, дальше вот у нас сейчас инструкция. Эту инструкцию обязательно нужно почитать про терморегулятор. При каких условиях его ставить, при какой температуре. Так, если не ошибаюсь, он здесь должно быть, как я вам сказал, написано. Сейчас я быстренько просмотрю. Так, ну вот, почитал я. Ну, вообще здесь не сказано. Терморегулятором он, без терморегулятора. Но здесь мы видим, что нет никакой регулировки. И по температуру в помещении, когда тут ничего такого не сказано. Но я повторюсь, неоднократно уже слышал жалобы, жалобы, что в терморегу в помещении он начинает перегревать воду и лучше его не ставить. Не включать, точнее. То есть, допустим, если у вас температура в градусах 27-28, нет его смысла подключать. Ну вот, ребята, в тракции я вам рассказал. Так, гарантийный талон. Два года на него гарантия. Идет. Так, про фильтр. Ссылку я вам выкину. Посмотрите, фильтр неплохой вполне. С таким объемом он будет справляться. Он открытого типа идет. Это по эффективности лучше. И он с регулировочкой идет. Обязательно посмотрите про этот фильтр. Он подходит для многих других объемов аквариума, для других аквариумов. Ну вот он, собственно, наш аквариум. Вот такого вот плана. Вот эти вот угольнички. Я наверх здесь поставил, они идут без скотча двухстороннего. Вот сюда устанавливается вот, который я вам показывал с двухсторонним скотчем. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Моя рубрика это будет продолжаться. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok